всем привет сегодня я буду готовить кета чикен альфреда нам понадобится курица любая курица ножки грудка любая часть курицы отходит у меня голени я обрезал и порезала как на как соломкой черный перец соль я использую розовую гималайскую сыр пармезан уже меня натерт и готовы сливки жирные сливки сливки которые добавляются в кофе они не подойдут то уж они содержат сахар густые сливки сахар не содержит так нам нужен будет чеснок я использую чеснока итальянские травы но я так как сейчас есть возможность купить магазине свежие травы я купила шалфей и розмарин его добавлять крем-чиз филадельфий у меня мягкий сыр масло сливочное и за место макаронных изделий у меня будет вот такая паста спагетти это азиатская широтаки они делают ее уже тысячу лет и используется какое же там название корнеплода так какой-то коньяки и патет картошка попробую я ни разу не пробовала на диете на этой все говорят что это очень хорошее так будем пробовать сейчас я эту это спагетти она вот в такую жидкость смотрится как спагетти я сейчас жидкость солью и две минуты прокипячу как проварю в подсоленной воде пойдемте на плиту готовить так вода наш кипит сейчас я опускаю куда макароны я их воду слила воду слила промыла запах конечно ну не фонтан посмотрим что получится я думаю соус перебьет все вкусы так сейчас выкладываем на сковородочку положим маслица маслица на сковородочку и 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 Так, я потомила пару минут курицу, теперь добавляем курицу, кладель, сыр добавляем и сразу же добавляем сливки. Я думаю, что этих сливочек будет достаточно, надеюсь, что больше не надо. Так, и все это томим на медленном огне, чтобы сыр растворился, так как в оригинальном рецепте добавляют немножко муки, так как на муку нельзя, поэтому мы добавляем в Филадельфию сыр, он придает густоту. Так, ну все, даем все это покипеть. Еще пару минут. Прошло две минуты, макароны наши прокипели. Сейчас я их солью и оставлю в дуршлаге до готовности нашего соуса Альфред. солью. Наш сыр расплавился и сейчас мы будем добавлять, соль. Так, мы добавляем соль. Соль в ноги не надо добавлять, потому что соль будет в сыре. Я думаю, будет достаточно. Так, добавляем сюда чесночок. Можно добавить, обжаривать предварительно. Я добавляю соус, без разницы, мне без разницы. И добавляем травку. Ммм, запах как хорошо. Ммм, травки вкусно пахнут. Я почему не люблю обжаренный чеснок, мне напоминают китайскую еду. А я почему-то ее не особо люблю. Поэтому я добавляю его уже в бульон, как бы подвижку. Так, черный перчик. Соль, много перчика, готовлю только для себя. Так, и все. И оставляем, и это томится, я думаю, минут 10. Так как грудка готовится очень быстро, а красное мясо, оно готовится по-межнему. И бульон даст вот это, травки дадут хороший аромат. Так что оставляем минут на 10. Так, ну все. Вот наш соус загустел. Смотрите, какой он густой стал. Сейчас мы добавим пармезан. Так, я думаю, это достаточно, а что мы будем еще наверх сыпать. Все смешиваем. Ммм. 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 Вкуснятина. Так, и добавляем наши макарошки, наши спагетти. Вот они как смотрятся. Ммм. 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 И дадим покипеть еще минут пять, чтобы эти макароны взяли вкус соуса. Ммм. 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 Танbagя, это вкусно. Спасибо что посмотрели! Итак, Еще я вам хочу сказать. У нас сегодня 5 декабря. Смотрите какие цветы я вчера купила в магазине. Это пионы, я всегда считала что пионы должны быть только весной. Все! Спасибо. Красивых цветов вам. Пока-пока.